1 сентября. В Беларуси начался новый учебный год. С Днем Знаний учащихся учителей и родителей поздравил президент страны. Путь человека в большую жизнь начинается со школы, где формируется его характер и мировоззрение. Происходит становление личности. 1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница, которая наполнена интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями, отметил глава государства. В Гомельской области за парты сели более 150 тысяч школьников, 16 тысяч из которых – первоклассники. С первым школьным звонком начался новый этап в жизни не только первоклассников, но и молодых специалистов. В школу региона на работу поступило более 1300 выпускников высших учебных и средних специальных заведений. Это почти на треть больше, чем в прошлом учебном году. Герой нашего актуального интервью Юлия Ратникова – молодой специалист Гомельской средней школы номер 60. Свой первый урок она провела 1 сентября прошлого года и всего за год успела стать не только одним из любимых учителей местных школьников, но и перспективным заместителем директора по воспитательной работе. С молодым учителем встретилась Наталья Каприленко. Юлия Сергеевна, я знаю, что вы учились в этой школе, Гомельской 60-й школе. И когда учились и закончили, знали ли вы, что будете учителем, будете работать в своей родной школе? Вы знаете, наверное, мой ответ будет банальным. Да, я с самого детства хотела стать учителем, ведь я училась именно в этой школе. И здесь у меня перед глазами были достойные примеры педагогов. Это были творческие люди, они были влюбленные и вдохновленные этой профессией. И я видела, как на глазах строилась история школы, как эти педагоги ее строили. И мне вот со временем хотелось все это продолжать. Юлия Сергеевна, все-таки родная школа, закончили школу, потом учились в университете и вот снова вернулись сюда. Что изменилось и что бы вы хотели еще нового увидеть? С тех пор, как я училась в школе и до настоящего времени, в нашей школе есть очень много славных традиций, которые тянутся на протяжении 25 лет того, как работает наша школа. Вот, кстати, в прошлом году мы отметили юбилей 25 лет. Наша школа является лидером в районе по благоустройству и озеленению. И эта традиция также уже длится очень много времени. Также мы очень тесно сотрудничаем со школами города Брянска, Чернигово, Ижевска. У нас ежегодно проходят различные обмены опытом, посещения коллективами других школ и так далее. И проходит международный турнир по волейболу среди педагогов именно. И уже в 23 раз он прошел в этом году. Именно эти традиции, на мой взгляд, и складывают историю школы. Юлия Сергеевна, год назад вы закончили университет. И вот такой стремительный карьерный рост. Ожидали ли вы, что вы будете завучем по воспитательной работе? И скажите, какие у вас планы на этот год, на вашу работу? Что вы собираетесь развивать? Какие направления? Когда наш директор предложил мне стать его замом по воспитательной работе, я немного удивилась. И сразу в голове было много мыслей. А я справлюсь? А хватит ли у меня опыта? А смогу ли я помочь детям? А какой след я ставлю в истории школы? Ведь я очень неравнодушно отношусь к судьбе своей школы. Именно тогда я решила поступить на второе высшее образование Белорусский педагогический университет имени Максима Танка на специальность управления в сфере образования. Я уделяю очень пристальное внимание детям, которые нуждаются в особом внимании педагогов. Специально для этого в этом году у нас откроется большое количество объединений по интересам. То есть по сравнению с прошлым годом они увеличатся на 40%. Это точно. И я буду контролировать лично, чтобы детки эти были задействованы в кружках и секциях на 100%. Юлия Сергеевна, в этом году вы впервые участвовали в такой всеобщей августовской педконференции городской. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции переполняли вас во время своего выступления и чем понравилось мероприятие? Выступать на этой конференции было для меня не только очень волнительно, но и очень почетно. И там присутствовали директора школ, начальники отдела в образовании. И вы знаете, я получила действительно бесценный опыт участия в подобных мероприятиях. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать и посоветовать молодым специалистам, которые вот 1 сентября придут на работу в школу? Когда я пришла в прошлом году на первый свой урок, я увидела эти глазки деток, которые смотрели на меня с интересом и любопытством. Но самое интересное, что я смотрела на них с такими же чувствами. И я хочу пожелать молодым специалистам не бояться. Не бояться воплощать свои идеи в работе с детьми. Ведь они вам помогут. И самое главное, любите свой предмет и то, что вы делаете. С первым звонком в школы региона пришло более 150 тысяч школьников. 16 тысяч ребят впервые сели за парты. Но не только первоклассники окунутся в новый мир знаний, новшества образования ждут и остальных участников образовательного процесса. В этом году школьники будут учиться по новым учебным программам. При их разработке учитывались межпредметные связи. Теперь похожие темы по физике, химии и математике будут проходить в одно время, чтобы лучше закрепить материал. Учебники, изданные по новой программе, получат ученики третьих и седьмых классов. Кроме этого, в программе седьмого класса сокращены уроки химии до одного часа в неделю. Изучение математики в школах и гимназиях сравняется до пяти часов. При этом объем изучаемого материала не увеличится. Занятия в школах, работающих в одну смену, будут начинаться в 9 утра, а в тех, где две смены – в 8.30. Далее Каприленко, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель», новости недели.